друзья приветствую вас это дневной обзор давайте посмотрим что происходит с ценами на металлы и на основные индикаторы и активы так друзья давайте начнем золотом у нас по золоту на дневном таймфрейме получается классическая разворотная формация однако мы с вами понимаем что сейчас с учетом того что идет накачка ликвидности эта формация не факт что сработает хотя позиции по 100 с их тисе указывает то что по золоту вполне может развернуться корректирующий тренд вниз обращаю внимание что здесь вот у нас демаркационной линии она проходит по 1923 от пробитие 1923 на объеме по золоту пройдет тому что вот эта вся конструкция рост рассыпется и мы начнем постепенно проседать сейчас на текущий момент времени разворотная формация сегодня если будет подтверждена то скорее всего мы завтра может быть даже сегодня увидим корректирующий откат и цель этого отката будет движение на 1945 нижняя граница 1923 вот если ее пробиваем начинается сильное корректирующие движение вниз на текущий момент давайте посмотрим что ожидать сегодня в течение дня так на по четырех часовику у нас была раздача и здесь вот четырехчасовик рисует что вероятно будет откат на 1966 1960 по часовому таймфрейму у нас двойная вершина видите и у этой двойной вершины у нее цель движения 1966 1960 то же самое что мы наблюдали по четырехчасовому таймфрейму так сейчас 1323 по москве на 15 минутки здесь сейчас происходит попытка разворотов если эта попытка разворота с работы она будет подтверждена следующим движением за ней прямо то мы увидим здесь разворот вот этого локального даун тренда и движение первая цель которого будет заход вот сюда вот на 1991 и случае закрепления на этом значении отсюда возникает движение цель которого 2001 2000 вот сюда обращаю внимание что золото потрогала очень важный уровень 2000 в принципе от этого уровня возможен но если не обвал то хороший корректирующий откат вполне может произойти поэтому слонгами по золоту надо быть осторожен но с другой стороны сказать что здесь вот произошел слон технически если сегодняшний день подтвердит что разворот тренда произошел можно сказать что произошло разворот тренда но помним с вами что все модели технического анализа не строится на том что возникает равновесный процесс если равновесный процесс не произошел то есть не 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 урегулировалось соотношение продавцов и покупателей то все равно будут тянуть в сторону трендов какие бы там технические модели не рисовались и так сейчас на текущий момент вот здесь либо разворотная формация и пошагово движения сначала первая цель 1991 потом следующая цель 1994 и потом движение к 2000 если сейчас вот этот разворот не подтверждается то будет просадка цель которого скорее всего 1966 1960 диапазон так друзья далее серебро но здесь картина она несколько схожа с золотом несколько но не совсем у серебра масса цели верху который даже близко еще не отработаны так вот на недельке видим что здесь сейчас попытка разворота намечается и как минимум корректирующего отката так но если вот дневной таймфрейм рассматривать у нас здесь сейчас получается было разворотная формация которая постепенно по-видимому перешла в про торговку и поэтому если не будет пробит 22 и 9 22 и 8 диапазон то весьма вероятно что вот эту конструкцию она продолжит торговаться и потом приведет к дальнейшему росту и движению к следующим целям в идеале у серебра цель это 50 долларов за тройскую унцию так друзья но четырех часовик у нас по серебру весьма показателем здесь в общем-то напрашивается движение вот сюда вот собственно говоря первая цель мы ее уже отработали это 24 2 и сейчас если здесь пойдет закрепление и пробой при проторговке 24 и 124 то скорее всего мы увидим цель движения 23 423 3 далее при таком снижении если у нас возникает пробой диапазона 23 04 22 и 7 то развивается движение цель которого первое сходить на 21 и 36 обращаю внимание что на разных таймфреймах цели могут немножко отличаться соответственно чем меньше таймфрейм тем меньше прицельная дальность пусть диапазон на который следует рассчитывать и оперировать так но здесь вот по серебру часовик если сейчас происходит пробой 23 8 то произойдет откат на 23 123 далее в соответствии с теми целями которые обсуждали на более длинных таймфрейм а если все-таки сейчас вот это все превращается в проторговку и происходит пробой 24 6 то отсюда развивается движение цель которого с начала тестирования вот этого перри хая и случае его пробить и она здесь будет весьма вероятно и произойдет следующее движение цель которого 26 и 3 так далее палладину смотрите палладе целя который мы с вами неоднократно говорили 2400 он ее выполнен чуть чуть не добил 2500 но это уже особой роли не играет сейчас как бы как проходит текущая ситуация он повис на уровне 2150 то есть вот если бы он этот уровень пробил то скорее всего сразу пошло бы движение на 2050 и потом на на 1880 так но если рассматривать недельку то здесь у нас получается он перешел в проторговку и проторговка в диапазоне 2090 2400 то есть сказать что вот эта формация сейчас приведет к падению нельзя но если будет пробит вот этот оранжевый уровень который 2040 2045 то тогда скорее всего действительно произойдет смещение проторговки вот сюда вот в этот диапазон и здесь есть волшебный уровень 1800 который если пробивается и происходит закрепление ниже этого значения то отсюда мы скорее всего увидим уже движение цель которого будет 1530 1450 вот сюда вот этот диапазон так поднивки у нас сейчас идет попытка отбоя если мы сегодня закрепляемся выше 2150 то очень большая вероятность что мы на днях увидим движение вот сюда вот в этот диапазон далее если закрепление в этом диапазоне происходит отсюда идет прорыв тестирование на пробой вот этого диапазона и движение с целью отработать повторный х 2800 с копейками так вот на часыке у нас здесь четко нарисовалась разворотная формация и первая цель движения у этой разворотной формации она находится вот здесь вот на 2200 210 2240 в этом диапазоне поэтому скорее всего движение будет развиваться сначала сюда потом далее для того чтобы это не произошло нужно чтобы он сначала вернулся вот в этот диапазон наторгованной и потом пробил 2100 если такое движение происходит и он закрепляется под 2100 то скорее всего здесь по крайней мере в убозримом будущем роста не будет то есть он либо будет какое-то время проседать цель движения будет 1880 либо сразу пойдет вниз вот пока здесь нарисовалась формация которая указывает на то что вероятно дальнейшее движение вверх так далее платина по плате не пошел растущий тренд но здесь как бы обращаю внимание что с моей точки зрения среднесрочной перспективе наверно все таки в наибольшей степени интересно именно серебро и платина потому что во первых много технических целей вверху и у того и у другого это раз во вторых случае интенсивного развития зеленых технологий во первых будет спрос на серебро очень сильно рассеял она использует солнечных батареях вот платина и палладий это два брата близнеца если палладий вырос то уже среднесрочной перспективе скорее всего будут натягивать платина палладий будет потом схлопываться то есть они будут стремиться к тому что какой-то одной точке прийти потому что они практически полностью аналоги так вот на недельке здесь попытка разворота вот если удерживаем вот этот синий уровень который 92900 то здесь скорее всего по факту набора позиции пойдет дальнейший рост первая цель которого 1050 так ну и на дневке у нас чистом виде идет набор рекрутирования фьючерсов и слитков для того чтобы потом отсюда стрелиться исходить вот сюда вот в этот диапазон вот по факту пробитие 1000 на 1000 платина сейчас это магическое число развивается движение вот к тем уровнем которые нарисованы выше в частности первой среднесрочной цели это пища 214 данное движение не состоится если отсюда пойдет пробой диапазона 895 880 если вы пробиваем она скорее всего расти здесь не будет посыпется и будет дрейфовать диапазоне 860 740 так вот на текущий момент смотрите здесь вот 4 часа игру потому что она все-таки не столь резво ходит как другие элементы вот но здесь в чистом виде идет накопление сейчас как бы вот вот она как только прорывает пробивает 930 отсюда развивается движение пошаговая первая цель это 960 и потом движение вот сюда вот к 1000 соответственно здесь нижняя граница с поддержка 900 920 который если пробивается по вот эта вся конструкция превращается в шип выхлоп и она проседает вот в этот диапазон где она какое-то время уже торговалась вот на такой процесс я думаю сейчас будет маловероятен здесь скорее всего ее будут надувать но я думаю до 1000 и ближайшее время вполне могут довести так друзья дали никель но смотрите никель это бенефицар зеленой энергетики он много где используется много где применяться будет спрос на него будет на этот металл я думаю только россии и поэтому максимум вот этот максимум 2008 года который пятьдесят три тысячи с половиной в обозримом будущем год два три четыре пять лет я думаю будет переписан ну здесь есть все фундаментальные предпосылки то что никель это металл новой энергетики он практически во многих компонентах самых разных будет использовал это и аккумуляторы этой специальные сплавы для организации транспортировки водорода это и многие космические технологии в случае активизации ускорения освоения около земного пространства и если там начнутся вдруг в течение 10 20 лет полеты там на луну на марс никель это общем то один из необходимых для этого дела элементов незаменимый в этом плане то есть сплавы никеля с другими металлами очень важны в космической промышленности и поэтому я думаю этот металл среднесрочные и долгосрочной перспективе тем более его будут разгонять ну а сейчас если оперировать текущими движениями то вот у нас одну цель 14000 мы сделали следующая цель движения у нас находится в районе 17300 вот соответственно то есть как только здесь пойдет пробой 14500 отсюда развивается движение наверх но это не значит что надо покупать опционы на или фьючерсы на никель они не очень ликвидны но многие технологии и компании например норильский никель они очень тесно связаны с ценами на этот металл так вот на текущий момент у нас растущий канал этот растущий канал будет удержан если нету пробитие 13000 13300 вот немножко мы вот не добились и 14 200 даже 14 150 цель вот по факту здесь закрепление будут его постепенно вытягивать на 18000 здесь я думаю поэтому металлу даже если будут какие-то просадки и откаты все равно как бы с учетом фундаментальных факторов спрос на него будет только расти даже сейчас возникнет провал его потом все равно я думаю разгонит рано или пузно так друзья далее медь ведь это своего рода прокси на экономику также как и нефть вот но здесь до памяти пошло очень мощное восстановительное движение вот ближайшее время если будет пробита 6600 то здесь сразу возникает импульс для того чтобы отработать цель которая находится на 7400 точнее первые цели движения она находится вот здесь вот это 6780 потом скорее всего будет 7000 добита вот по меди здесь достаточно благоприятная картина единственно в этом месяце здесь может силу ряда причин возникнуть разворотная формация поэтому с медью надо быть достаточно осторожным но с другой стороны здесь это тоже металл который очень активно используется в зеленой энергетики и поэтому спрос на мечом я думаю будет расти еще больше чем сейчас есть как только начнется выход из кризиса из просадки я думаю даже еще до того как это произойдет это спрос на нефть на медь будет только нарастать так но сейчас вот на недельках здесь корректирующий откат наметился но на самом деле корректирующий откат если он не пробивает 5700 5650 то он будет приводить только к набору позиций дальнейшему рост вообще здесь локально она сейчас не должна пробить 6200 вот если 6200 пробьет то может она и сыпануться но в целом я думаю вот сейчас эти значения они будут удержаны кроме того в случае когда разовьется мировой финансовый кризис если сейчас будет обвал то медь конечно же тоже улетит вниз и мы можем в легкую видите 5400 по ней вот на текущий момент здесь больше похоже на то что сейчас идет до набор позиций была попытка разворота которая постепенно была нивелирована в набор позиции так мы если смотреть под нефтем здесь вот сейчас возник локально нисходящий тренд вот но соответственно у этого тренда у него удержание находится на 6000 если 6000 не пробиваем то этот тренд он будет сломан и продолжится рост цен на медь вот здесь помимо всего прочего возникает такой фактор как перебои с поставками меди потому как места добычи они могут быть поражены эпидемии корона вируса вот такие случаи они тоже могут импульсно приводить к всплескам цен на медь вот перспективе я думаю будет движение наверх сейчас он пытается на дневках развернуться отбиться вот нижней границы и здесь если развивается движение цель которого 6500 пробитие то мы увидим дальнейший рост и движение по 7000 уже очень скоро все друзья спасибо за внимание подписывайтесь на youtube канал на телеграм-канал если вам понравилось всего наилучшего